всем привет привет вы на канале урокоделий и меня зовут елена сегодня у меня будет необычное видео небольшое видео будет приглашение на совместный проект который называется на пороге зимушка узнала я об этом совместном проекте от людмилы зверевой на ее канале капелька тепла людмила зверева я просматриваю сейчас всех девочек которые не смотрела летом за время своего отпуска вязального и увидела на канале людмилы приглашение в совместный проект я раньше участвовал совместных проектах даже не в одном и хочу сказать что мне это нравилось но видимо я перри как бы перри перри переучаствовала есть такое слово нет видимо я маленечко устала совместных проектов какое-то время от них отдыхала сейчас я снова хочу вернуться к этому и этот проект мне понравился тем что там нет каких-то ограничений то есть вязать в свое удовольствие в своем темпе то что тебе хочется то что тебе нужно из пряжи который тебе хочется единственное что нужно будет делать отчеты обязательно отчитываться перед девочками и у кого есть канал на youtube также можно выкладывать видео на ютубе но это тоже не обязательно я буду выкладывать даже для себя так в общем сказала я что увидела приглашение на канале людмилы зверевой прошла на канал марии канал называется мария рукодельница я оставлю ссылочку обязательно и людмилы и марии под видео в общем на канале у людмилы я еще раз пересмотрела приглашение в данный совместный проект узнала что есть спонсор ксения романенко к сожалению я не знаю в общем если я найду ссылочку на ксению я обязательно оставлю если нет тогда просто по фамилии наверное можно как-то найти в контакте до условия какие в общем условия какие данного совместного проекта данный совместный проект проходит еще и также в группе в контакте в общем в ютубе это не обязательно условия выкладывать а он проходит этот совместный проект в группе в контакте на страничке которая закрыта нужно обязательно будет подать заявочку марии она вас примет нужно будет обязательно добавиться в друзья Марии на ее личную страничку и после этого она впустит, вернее после этого она добавит участника в чат, в чат-болталочку, где можно говорить обо всем, о чем хочется, не только о вязании, я так думаю. Я уже зашла, поприветствовала девочек и уже, в общем, добавила фотографию, там нужно будет добавить фотографию со своей фамилией и именем и после этого уже под фотографии добавлять свои работы, начало процесса, продвижения и готовой работы. Так, не сказала, что мы вяжем в данном совместном проекте. Можно будет вязать любой аксессуар, то есть это может быть головной убор, любой, палантин, шали, бактусы, носочки, например, варежки, либо манишки, гольфы, например, я очень люблю гольфы сама носить, тапочки, следочки, гетры, в общем, все, что нужно, все, что относится к аксессуарам, которые будут согревать нас холодной зимой. Носочки мне тоже нужно связать и, в общем, мне нужно еще будет связать следочки обязательно, поэтому я вступила в совместный проект. Я сначала думала, когда я только-только увидела приглашение на канале у Людмилы, я еще подумала, стоит ли мне вступать вообще, нужно ли мне это или нет. В общем, долго думала, просмотрела видео Марии, еще подумала, и когда я второй раз уже пересматривала видео более подробно, потому что слушала условия совместного проекта, то я все-таки решила, почему бы нет, почему бы не поучаствовать, тем более сейчас я вяжу как раз-таки аксессуары, те, которые мне нужны зимой. Вот, и у меня уже, в общем, данный совместный проект стартовал 15 ноября, продлится он до 20-го. Января следующего года, нового. И, в общем, вступить в данный совместный проект можно до 25-го. Сегодня 24 ноября. Вот я и подумала. Скорее всего, мне нужно вступить успеть, иначе потом 25-го до 25-го. 25-го я уже не успею. Вот. Единственное, что у меня уже с 15-го числа связано два бактуса, и зайду, как бы, войдут они в отчет данного совместного проекта или нет, я не знаю. Спрошу, в общем, у организатора, у Марии, засчитают мне это или нет. Я выложу фотографии тогда в отчетном, в общем, в альбоме, где нужно выкладывать фотографии с отчетами, готовыми работами. Так. Также еще условием главным является то, что нельзя вязать на машинке. Можно вязать спицами, можно вязать крючком, можно вязать любыми ниточками, но нельзя вязать на машинке. В общем, так что я вяжу как раз-таки руками. У меня есть машинка, но она очень старая. Она вяжет, но она убрана сейчас у меня на данный момент не во два. Самая простенькая такая машина, пятишовенькая. Я ее брала с рук. Она еще старше меня на год, но она вяжет довольно-таки неплохо. Но я люблю вязать больше руками. Отчеты мы выкладываем один раз в 10 дней в альбоме в группе ВКонтакте. И там есть специальный такой раздел, куда мы выкладываем готовые работы и отчеты. Вот. Если, мало ли, что-то я так сумбурно сказала, если кому-то что-то непонятно, вы, пожалуйста, пройдите на канал Марии, кто сегодня захочет еще успеет вступить в совместный проект. И мне более подробно все уже там расписано и рассказано. Вот. Об условиях данного совместного проекта. Все. Так же, пока я слушала Людмилу, пока я пересматривала канал, пока я пересматривала видео Марии, я уже начала вязать вот из такой пряжи Ализе Ангора Голд. У меня в данном случае цвет это 25-27. И я уже начала вязать бактус. Связала уже вот столько. Вот. Вяжу спицами пять с половиной. Захотела почему-то я вязать именно вот такими длинными спицами, хотя ими не очень-то удобно. Раньше я все вязала вот именно такими спицами. И я захотела вязать вот такой вот бактус. Интересная такая серединка. Я захотела маленько по-другому сделать. И вот столько я продвигала, пока смотрела девочек на Ютубе. Может быть, плохо видно? Вот. Это мои продвижения за сегодня. Все, кому интересно. Также тут у меня лежит шапочка. Тут у меня лежит шапочка на заднем плане. Мне также нужно будет связать к этой шапочке. Да, можно брать в этот совместный проект недовязы. Можно брать недовязы, довязывать. Также можно использовать, вернее, можно работы показывать не в одном совместном проекте. Если вы вдруг участвуете не в одном совместном проекте, то можно из других совместных проектов также сюда плюсовать ваши работы, которые относятся вот по тематике к данному СП. Здесь я уже наметила. Я хочу вязать подклад. Я уже наметила, откуда мне нужно его вязать. Примеряла Катюша. И туда спрятала спицы. И, скорее всего, у подклада я буду вязать вот из такой пряжи Ангора Кролик. Я как раз связала из него палантин. Вернее, не палантин, а бактус. И у меня осталась пряжа. У меня еще много ее достаточно. Упаковка была. Вот это второй моточек тратится. Тут много еще. И она мне понравилась. Она очень мягенькая такая. Я вот даже думаю, может быть, в два слоя мне связать подклад. Потому что пряжа тоненькая. На 100 грамм 500 метров идет. И, может быть, я даже в две ниточки свяжу подклад. В общем, посмотрю, видно будет. Вот. Это для этой работы. Вот я просто показала всю пряжу, которую я буду использовать. Я здесь показывать не буду. Просто это не... Я боюсь, что я не свяжу то, что я там показываю. У меня 7 пятницы на неделю. Я сегодня хочу шапку. Завтра палантин. Послезавтра я игрушку хочу крючком вязать. Вон, надо мной Катюша даже смеется. 7 пятницы на неделю. В общем, не могу точно сказать, что я буду хотеть вязать завтра. Поэтому я не показываю всю пряжу. Буду показывать вот так вот. Включаться небольшие включения делать. И показывать, что я выбрала, какую пряжу и что буду вязать. Это будет даже лучше. Это будет удобнее для меня. Все. В общем, проходите на канал Марии. Знакомьтесь. Мне очень понравилось на канале. Пересматриваю все видео. Ее и все. Вяжем-повяжем. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok